здравствуйте товарищи сегодня мы поиграем неведомого что на самом деле нашел у себя в стиме игру которая называется аркад galaxy не знаю что она мне в библиотеке делает давайте поиграем вообще мне казалось что эта игра какой-то порт с аркадного автомата но оказывается нет это какой-то новодел просто под стилистику вот эту старую так здесь соответственно геймплей весь вот такой вот как вы видите так зелененький я так пол баф а красненькие что выпадает это дебаф вот этот его лучше не брать так от хилка это херня орудия плюс 1 скорость стрельбы скорость стрельбы по моему здесь один режим вот такой где бесконечно ну короче на выживание типа никакой не компании ничего нет что странно для новодела для аркадного автомата это было понятно там как раз нужны вот так такие только режимы чтоб ты поиграл просрал быстренько еще кинул денежку и просрал снова но здесь то могли бы тогда как он компанию сделать но не сделали в общем так по ностальгируем принципе я помню те периоды времени когда играть было не на чем приставок еще не было спектрум был далеко не у всех а вот аркадные автоматы кое-где встречались если тебе довелось жить комки относительно крупном городе я помню был совсем пиздюком играл в аркадные автоматы когда меня батя короче приводил куда-то в местах где они были я помню эти автоматы постоянно жрали сука монетки и ты хер потом докажешь этой продавщицы монеток что у тебя там что-то сожралось и было просто насрать на это да вот и поражение вот такие здесь короткие игры я так понял все на этом построена я корабли чуть за корабли мы вот на этом играли по дефолту до боезапас 15 скорость 3 дать посмотрим следующий корабль но этот пободрее летает игра по металле 2021 то ли где-то в этом районе года но видно под широкий экран раз она уже я почему-то был уверен что это именно старая какая-то игра это ее порт вспоминал чё за аркадная игра galaxy но такой не помню пом есть какая-то игра galaxy на аркадных автоматах но она не такая в общем жалко жалко что компании нет чтобы было ощущение что ты чё там прошел внятная по сюжету в общем кидайте в комментариях кто вообще аркадные автоматы застал и в чё на них играл я помню там были какие-то морского боя какой-то полуавтоматического перри полумеханические полуэлектронные где там взрывы у тебя прям лампой подсвечивались во время приставок тоже были аркадные автоматы популярны в основном потому что там было железо намного мощнее чем в приставках и игры на аркадных автоматах всегда были лучше чем на приставках по качеству графония если сравнивать тот же mortal kombat первые части первую вторую третью то на аркадном автомате она конечно гораздо круче чем было но ты же там сей или супер нинтендо killer instinct если брать еще что-нибудь сейчас конечно можно все это эмулировать к счастью мы ебошим только в путь ща нас убьют блять чё-то я проипал да ладно давайте еще корабль посмотрим какой-нибудь так это был первый на котором мы летали сейчас мы на вот таком летали база скорость 3 а тут тоже минуточку скорость 3 но по моим вот этот второй корабль гораздо быстрее летал лан дайте вот этот защита больше защита боезапас 20 лана похеру давайте попробуем с первую ракету он сам выпускает а чё за боезапас я о боезапасе вообще не думаю я жму на кнопку он херачит я не замечаю что у меня что-то кончается в плане боезапаса что это имеется в виду за боезапас скорость стрельбы хорошо боезапас боезапас плюс 5 чё за боезапас вроде только на пробел те херачу стрелять скорость стрельбы вот это я понимаю хилки скорость стрельбы хилки скорость стрельбы ракета полетела ракета полетела ну да такая игра вполне могла быть над игральных автоматах еще восьмидесятых годов еще восьмидесятых годов да и все таки жалко что компании нет могли б уж разработчики подзагнаться сделать хоть что нить на этом же геймплее но хоть бля долети туда разбомби какого-нибудь босса напишите какую слезливую историю о спасении мира и о злы днях которые хотят покорить там чё нить ебан вот они резкие стали как по носу что-то не взял так мне еще хана уже да так а я могу да я вот так могу перемещаться я бля случайно нажал тут пробел стрелять и начать игру после того как ты просрал я случайно нажал так я хотел попробовать да тут можно сверху вниз перемещаться и даже спереди взад сзаду вперед через экран он а и Хилка, хилка это хорошо. Скорость стрельбы, это хорошо. Защита. Да, какая-то защита плюс 25. Непонятно. Да, отлично я почесался, сука. Ну ладно, хорошо. Так, на таком летали. Так, сколько тут всего НЛО и юниор? Еще два корабля. Выбрано хорошо, давайте попробуем, что за НЛО, сука. Защита плюс 25. Как работает защита, непонятно. То ли меня меньше дамажит при попадании, то ли что. Пояснение в студию, как работает защита. Что-то я дамага не чувствую. Может, сука, потому что его нет. Или потому что я не в два ствола херачиваю в один, а вот в два. А вот в три ствола. Сейчас мы их будем иметь в три ствола. Ой, я взял дебаф. Орудие минус один. Теперь в два ствола. Все, снова в три. Ну, хоть проверили, да, это действительно красный дебаф. Боезапас. А, наверное, когда я беру баф и ничего не пишут, это, возможно, я беру еще какое-нибудь орудие плюс один, а в четыре ствола тут уже нельзя херачить. Поэтому как бы он формально не берется, вернее, с виду берется, а по факту нет и ничего не пишут. Либо защита там на максимум. Ни хера он меня жопой. Да бля. Вот, блядь, когда нужна хилка, а вот нашел. Хотел сказать, хер ее когда есть. Хорошо. Мы просто разъебываем. Во, ни хера что-то начали. Хилку взял. Хорошо. Хорошо. Продолжение следует... А-а-а-а, блядь, я опять случайно стартанул игру. Блядь, ну ладно. И сразу взял дебаф какой-то. Тут, когда в тебя корабль врезается чужой, ты сразу помираешь. Во как. В общем, с учетом современных реалий не особо понятно, зачем именно в таком виде игру выпустили. Могли бы уже сделать нормальный шутер... Шутер-мап. Хотя бы хер с ним в ретро вот этой стилистике, она вполне нормальная. Просто поинтереснее там с боссами и с прокачкой более внятной. Компанию бы запилили. Скорость стрельбы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok я вообще такие режимы выживания не очень люблю в играх в целом так сказать я люблю когда есть компания которую можно пройти прям в в в в в в в в в Хилка. Да, бля, я... Ну как? А как выйти теперь? А, ну ладно, давайте помрем специально. Я просто хотел последний корабль посмотреть, да и закончить с этой игрой. Удалить её с компа наконец-то, чтобы она мне мозг не мозолила. Последний корабль. Всё, пробуем. Последний заплыв. По космосу. Скорость стрельба. Продолжение следует. 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 вот это наличие нескольких кораблей на выбор как-то все равно никакого разнообразия в геймплей не привносит в принципе все то же самое корабли ничем не отличаются по факту по цифрам различаются по ощущениям не особо все проиграно не смог его вернуться конец ну что товарищей не знаю зачем был этот выпуск наверное чтобы успокоиться и спокойно удалите игру уже с компа чтобы типа галочку проставить все просмотрено выводы сделаны кому надо посмотрел понравилось достали поиграли но на сегодня все товарищи спасибо за просмотр